Как вы думаете, из каких факторов состоит добрые слова? Что под этим, ну, там внутри у нас, что под этим произвелается? Добрые мысли. Ну, прошла, еще был, да? Добрый класс. Что это значит, любовь? А? А? Все, что вы говорите, является тем, что на чем-то основывается. Допустим, мы с вами живем в осверненном месте. То есть, вы видите кучу негативной информации вокруг. Город сам по себе больной. Как можно, в такой атмосфере тяжелой, как можно испытывать счастье. Внутренний свет означает, что откуда-то уберется. Желание же, как, само желание же не дает. Видите, вера в Бога. А вы вот сидите и об этом ничего не знаете. Вы говорите, говорите какие-то вещи. Но, понимаете, даже чуть-чуть сейчас знает, что электрический ток идет не только из розетки, а еще и из электростанции. Знаете, мы говорим счастье внутреннее, внутренний свет. Но это же как-то должно пронзывать. Не бывает такого, чтобы все происходило само и себя. Видите, забирается же энергия вокруг. Вы даже просто в доме своем находитесь, и в это время у вас истощается энергия счастья, потому что все люди вокруг находятся, беспокоятся. Так или нет? И как можно быть счастливым в этой ситуации? Ведь невозможно жить. Согласитесь с вами. Ведь мы же на тонком плане связаны с другими людьми. Так ведь или нет? Так вот, надо понять, что причиной доброй речи является связь с высшей истиной, которую человек постоянно поддерживает своими внутренними усилиями. Это не является, связь не является просто результатом того, что ему повезло, или что у него само включилось, что-то. Говорит, у меня включилось. Это не включается, это надо постоянно включать. Я вот недавно отдыхать ездил в святое место. Я там отдохнул по шесть часов с утра и молился. Каждое утро по шесть часов непрерывно. Я понял, что глубокое такое у меня ощущение произошло в этой реализации, что наше представление о жизни, оно очень убогое. По какой причине? Потому что мы думаем, что молиться-то некогда, работать надо. Но работа означает, что мы что-то пытаемся делать и какой-то получать результат. Я по шесть часов молился, приехал, у меня все сделано было уже со мной. Все, что нужно было мне продвинуть, какие-то проекты, они продвинули сами. В то время, когда люди отдыхали просто. Новый год. Все отдыхали. Не просто отдыхают, а отдыхают в состоянии пьяного угара. И в это время у меня все продвинулось. Такие чистые, возвышенные проекты продвинулись. Начал серьезно задумываться об этом и нашел в Бхагаваддите, что такое деятельность, действие. Оказывается, существует пять факторов деятельности. И главным фактором деятельности являются высшие силы. Вот мы, допустим, думаем, я работаю, я деньги зарабатываю. Но на самом деле мы можем заметить, что одни люди, одним людям легче деньги зарабатывать, другим тяжелее. Третьим вообще невыносимо тяжело. А четвертые вообще ничего не делают, и деньги сами на них валятся. Так вот, идея в чем заключается? Что одни люди имеют большую связь с высшими силами, и им легче достаются деньги. А другие меньшую связь с высшими силами. И поэтому им тяжелее достаются деньги. И понять это очень сложно. Очень сложно понять, что если человек сам себя считает деятелем, но он считает, что в такие лекции работать надо, то есть он говорит, да некогда мне на лекции ходить, работать надо. То есть он себя считает деятелем, если человек. то в этом случае он пупок надорвёт, потому что в этом мире главное действие совершают высшие силы. Также деятельнее является наша карма, наша судьба. Она в основном нам ставит палки в колёс, они помогают в большинстве случаев. Также действуют определённые законы этого мира, которые мы тоже не можем поменять и так далее. То есть смотрите, сколько деятелей есть, кроме нас. А мы просто должны понять, как это всё происходит. Мы должны понять вектор силы, который направляется, в какую сторону отправляется сила, и тогда мы легко сможем делать то, что нам делать. Мы тоже деятели, но мы должны действовать вместе с этой силой, с вектором. Допустим, если взять концерт, вот эти вот плавы, там единственное, что надо сделать, надо попасть на волну. Если ты чуть-чуть траекторию волны, волну нарушил, то ты дальше будешь под волной уже. То есть там нет вариантов самому что-то делать, надо просто попасть на волну, и всё. В этом всё действие заключается. Попасть на волну не то, что означает урвать побольше, поймать, где денежки сыпятся в бизнесе и так далее. Нет, это я не это имею в виду. Попасть на волну означает получить то настроение внутреннее, которое связано с высшими силами. Означает жить по правилам этих высших сил, этих законов, и никогда от них не отступать. А для того, чтобы понять, как жить по этим правилам, надо постоянно с утра молиться, для того, чтобы настроиться на эту волну. Вот когда человек настроен на эту волну, то он становится источником света. Доброе слово означает, что у него есть силы его сказать. Потому что, если сейчас кому-то из нас ставить в попу иголочку и сказать ему, скажи, пожалуйста, доброе слово, у него не получится. Потому что ему будет больно, он будет улыбаться, но ему будет больно, и урюку будет кривой. Понимаете? То есть, когда человек больно изнутри, он не может говорить добрые слова, даже если он добрый по своей природе. Большинство людей сейчас не могут говорить добрые слова, потому что у них жизнь состоит из одной боли. А причина, почему у них жизнь состоит из одной боли, потому что они не попадают на вектор. Они не знают, зачем это происходит. И это называется борьба за существование. Если посмотреть на вас, на всех, то одни борются больше, другие меньше. Это зависит от влияния судьбы и понимания вещей. Вчера у меня была лекция по записке ответа на вопросы. И я заметил, что многие люди, они в отчаянии от того, что им дает судьба. От мужа, допустим, от детей, от работы и так далее. И они не понимают, что у судьбы есть определенная цель, почему она мучает их. Если человек эту цель понял, он сразу перестает мучиться, ему легче становится. Например, один мужчина, у него была нормальная работа, нормальная семья, он взял, вернул в Москву, деньги зарабатывает. В результате, два часа на работу, два часа с работы, несколько лет, семья развалилась, потому что напряжение все больше и больше растет. Люди не могут так больше уже жить вместе, они разъехались. Ну и что толку от того, что они получили квартиру? Что толку от того, что у него более оплачиваемая работа? Он в постоянном напряжении диком находится, он уехал от своей матери пожилой, которая там загибается. Жена бросила, и так далее. Результат направления вектора силы. Ему все говорит о том, что надо возвращаться назад. Но у него здесь работа хорошая, на которую надо упахиваться ехать два часа, а потом с ним два часа ехать, там упахиваться на этой хорошей работе. Потому что в Москве нет таких работ, чтобы из тебя все косточки не выжили. Здесь обязательно выжмут, потому что здесь люди знают, сколько стоит человеческий труд. И он говорит, я маму перетягиваю, мне в записке пишет, я маму перетягиваю сюда, она что-то не перетягивается. А мне так тяжело, но я сражаюсь, я борюсь. Веды объясняют пять стадий такой борьбы. Первая стадия. Тяжелый труд. Вторая стадия. Перенапряжение. Третья стадия. Напрыг. Четвертая стадия. Разочарование. Пятая стадия. Самоуничтожение. Самоуничтожение означает психушка, злокачественная опухоль, разбитая судьба и так далее. Пьянство, наркотики. Человек уже не может жить нормальным. Он убивает себя. Причина почему? Причина в чем заключается? В том, что он бежит против поезда. Надо было просто поехать назад. Если ты уже понял, что не твое, не катит здесь, тяжело. Значит, Господь не хочет. И какие у него добрые слова будут, скажите. Человек весь в перенапряжении живет. Какие добрые слова будут? Для того, чтобы говорить добрые слова, сначала надо понять, что от нас хочет жизнь. Что от нас хотят высшие себя. Потому что мы не деятели сами. Мы можем только попасть на волну. Действие уже совершается кем-то другим. Мы должны просто попасть на ту волну, которая нужна. Вторая женщина борется со своим мужем до потери пульса. Гад такой. И нам объяснит, что хочет от меня судьба. Очень трудно объяснить. Я ей привел пример. Когда солдат в учебку попадает, ему прапорщик дает ломик. Подметать асфальт. Он говорит, зачем я буду ломиком? Я же ничего не смогу подмести. Прапорщик говорит, да мне не надо, что ты подмел. Мне надо, что ты замучился. И вот человек, когда отстает на эгоистической платформе жизни, он хочет счастья для себя в семейной жизни. Это болезнь, которая не лечится просто так. Ее не вылечишь просто так. Женщина конючит счастье у мужа и конючит. Мужчина конючит у женщины счастье и конючит. И так они мучаются, потому что они постоянно ругаются друг с другом. И вектор силы направлен на то, чтобы они замучились. Потому что когда человек уже замучился, он готов на все. Лишь бы его не трогали. Он готов служить близкому человеку, заботиться о нем. И с этого момента он начинает видеть, что близкий человек остывает. Что он становится помягче, понежнее. Что получше он становится. Но когда он начинает опять возбухать и требовать свое близкий человек, опять его начинает глушить. Некоторые возбухают просто от того, что нажираются спиртного. От тупости. А некоторые возбухают от просветленности. Например, человек начал слушать лекции доктора Красновой. Перестал есть мясо. И начал долбить всех своих родственников, чтобы они тоже бросили. Началась война новая. За правду, как они говорят. Они не знают, где правда. Потому что вектор силы просветлен, просветление приходит к смирению. Благодарности, к послушанию, к самоудовлетворению. Когда человек счастлив другими, как бы они себя не вели, он счастлив, что просто Бог дал мудро, Бог дал жену. Пускай кривую, но зато он свою. Пусть пьяненький, зато свой. Если человек очень благодарен, благодарность это способ контакта с энергией счастья близкого человека. Если ты благодарен человеку, то тогда от него идет счастье к тебе. И он начинает сам купаться в этом счастье. Резонанс счастья наступает. Ты благодарен, от тебя идет счастье к нему, от него к тебе и так все больше и больше и больше счастья. И пьяненький становится трезвым постепенно. Но для того, чтобы быть благодарным, для этого надо перестать скотиниться. То есть желать счастья для себя, понимаете? А это болезнь, которую очень трудно вылечить. Поэтому добрые слова это результат глубокой непритязательности к жизни. Когда человек уже ничего не хочет от своей судьбы. Он хочет, чтобы хотя бы вокруг все были счастливы. И как раз это и есть настоящий вектор правильный. Который в семейной жизни человек должен выбрать. Ему уже надоело всех мучить. И он решил просто оставить их в покое и делать их хоть как-то счастливыми. Допустим, муж пьяный постоянно. И жена садится рядом с ним и говорит. Ты сегодня как выпил? Ты нормально? Тебе хватило? Или нет? Он говорит, что ты не хватил? Она говорит, что тебе вообще в жизни хоть раз хватало? Он говорит, что хватает, когда уже ничего не соображаешь. Он говорит, что у меня тоже так же. Я тоже повторяю, я желаю всем счастья. И мне тоже не хватает. Но счастья становится все больше и больше от этого. Может завтра на трезвую голову, когда похмелье начнется, может вместе сядем и повторяем. Он говорит, что ты думаешь, что мне это поможет? Ну конечно поможет, давай попробуем. Понимаете, она начинает с ним общаться. Это значит, что разум, его разум включается. Потому что когда человек с другим, человек начинает по-доброму с любовью общаться, с любовью означает, ты принимаешь его. Со всеми его скотскими качествами, какие у него есть. Принимаешь его в свою жизнь. С любовью. С любовью означает, ты перетерпел. Ко всему, кстати, можно привыкнуть. Ко всему. Знаете об этом? Что иногда человек уже привык к этому, потому изменяет опять привык. Ко всему привык. Привык к этому. И все, и можно теперь любить человека, когда ко всему привык. Если к чему-то еще не привык, привыкает. Потом, когда привыкнешь, начни его любить таким, какой он есть. И когда ты его полюбишь таким, какой он есть, у него включится разум. Он начнет работать. Как только разум, разум включается от любви. Как только разум начинает работать, сразу начинает работать совесть. Как только совесть заработает, человеку становится горько, что я такой гад, живу с таким хорошим человеком. У него появляется жжение вот это внутри, которое он никуда не может деть. Благодарность это результат любви. А благодарность невозможно никуда деть. Вот, допустим, человек рядом с вами хорошо себя ведет. Но вы чувствуете, что это его хорошее поведение, оно вас чему-то обязывает. И вы понимаете, что для того, чтобы не обязывало, для этого надо делать вид, что на самом деле это все ерунда, что он хорошо себя ведет. Что это все просто показуха. Надо такой вид делать. Но это не работает. Если человек по-настоящему рядом с тобой себя хорошо ведет, то тебе деваться некуда. Тебе придется признаться, что он очень хороший человек в своем сердце, внутри. Конечно, снаружи это трудно признаться, но в сердце тебе придется признаться. И это признание открывает разум и включает голос совести. И ты ничего с ним не сможешь сделать. Ты хоть головой об стенку бейся, хоть что. Все равно совесть начнет изнутри греть. Есть, конечно, способ. Когда человек чувствует, что ты уже слишком сильно благодарным должен быть, он пытается подстрекать близкого человека на скандал, чтобы показать ему на то, что он такой же, как я. Но человек-то ко всему уже привык близкий. Он неподстрекаемый уже. Он ко всему привык. Поэтому он прощает быстро. То есть он остается в состоянии любви. И с этого момента его счастье становится непобедимым. Но есть одна проблема. Она заключается в том, чтобы оставаться в состоянии любви. Нужно, чтобы любовь откуда-то притекала. Потому что друг от друга она никогда не притечет. Мы друг от друга хотим только сосать кровь. Мы любовь друг другу давать не хотим. Вот эта вот влюбленность означает «я хочу». Она не означает «отдавать». Она означает «я хочу». Допустим, девушка влюбилась, и она говорит «я хочу готовить, стирать, я хочу заботиться о близком человеке, об этом. Только будь рядом со мной. Это означает, что ты мне даешь энергию, а я ее отдаю тебе назад. Но интересно знать, что когда человек рядом находится, в какой-то момент он уже не может давать эту энергию, от которой человек влюблен. Она кончается, эта энергия. И уже желание стирать и готовить пропадает. Девушка говорит «я тебе раньше готовила и стирала, почему? Потому что ты хорошо ко мне относился. А сейчас ты плохо ко мне относишься, поэтому мне не хочется для тебя ничего делать». Почему не хочется? Потому что кончился, краник закрыт. Все. И влюбленность закончилась, и служение закончилось. Все. Так ведь или нет? И мы думаем, блин, что-то у нас несовместимость, надо от него уходить. А там, оказывается, семья создана, создается вообще не для мужа и жены, как они думают. Они создана, создается для детей, которые живут в психическом домике отношений родителей. Когда одна крыша у домика уходит, ребенок становится ущербным. Он уже не может быть счастливым по определению, потому что его психика, она находится между двух началом, мужского и женского. А если остается только одно начало, у него идет неудовлетворенность. Он начинает конючить этому началу, которое у него осталось, начинает его долбать. И мать приходит, говорит, у меня сын меня долбает, уже долбал, не знаю, что делать. Я говорю, отец есть, а отца нет. Так я и говорю, ну, успокойся, пусть долбает, ему деваться некуда. У него такая жизнь. Если бы мы знали, что семья создается для детей, разве мы так вот взяли бы и резко так развалили ее? Мы подумали, вообще-то чья это семья, моя или моего ребенка? Лишь чем развалить, надо подумать. Потому что потом ребенок все равно останется, и он будет тебя душить потом, и душить, душить, и душить. Потому что ты ему устроил жизнь, а он тебе устроит жизнь. Так или нет? Даже в этом случае надо понять одну простую вещь. В этом мире, в общем-то, счастья нет. Оно исходит только от Бога. Бог источник счастья. Если человек начинает настраиваться на источник, он начинает излучать счастье. Излучение счастья преодолевает плохую карму. Люди все успокаиваются, любви в отношениях становится больше, и в результате никто ни от кого не убегает. Ни хороший, ни плохой. В принципе, всем нужна только любовь. Если человек корыстный по природе, ему нужна любовь. Если он бескорыстный, ему тоже нужна любовь. Если у корыстного человека есть любовь, он не дергается. Он будет жить, будет верным. Ему нужно только любовь. Почему бы нам не стать источником любви? Для этого надо отдать себя не близкому человеку, а отдать себя Богу. А близкому человеку надо просто служить и жить в таком настроении. И вы скажете, а где тогда счастье? А счастье как раз заключается в том, что когда ты ничего не ждешь, она приходит сама. Любовь негаданная, нагрянная, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь, и ты поешь, да? Так ведь или нет? Она не приходит сама, мы не можем ее контролировать. Но счастье приходит само. Но она приходит почему? Потому что Господь его дает. Но ведь можно же самим направить себя туда, и придет счастье. Я молился по 6 часов в день. Типа, ну что так много вообще? Фигня какая-то. А мне показалось мало. Почему? Потому что что я делал во время молитвы? Я молился, настраивался на Бога, вспоминал отношения. И смотрел на эти отношения. Во время молитвы я видел отношения лучше, лучше, лучше становится. Раз, все, они стали нормальными. Потом на следующие отношения, потом на следующие. И мне не хватало 6 часов на все. Потом я понял, так это Бог на самом деле сделает все отношения. Он все здесь делает, надо просто дать ему возможность сделать. Мы-то чем занимаемся? Мы психически вмешаем постоянно. Мы плохо думаем, плохо настраиваемся. Мы еще какой-то бред какой-то начинаем делать еще сами своими собственными силами. Бог нам желает добра. Надо ему дать возможность сделать. Для этого надо просто думать об отношениях и думать о Боге. И он сам их изменит в это время. Мы его пускаем туда, понимаете? Мы даем им возможность действовать там. Он главный деятель. Но для этого нужна молитва. Что ты с радостью думаешь о Боге и в это время вспоминаешь свои проблемы. И они вот под влиянием этой силы радости сами решаются. Сначала на тонком плане, потом на груду. Но когда человек постоянно так делает, он уже перестает всех бояться. Ему уже люди становятся не страшными. Потому что почему люди злятся друг на друга? Потому что они боятся друг друга. Мы не доверяем, поэтому злимся. Это недоверие означает, что у нас нет защиты. Нет силы, которая бы давала нам гарантию, что все будет хорошо, несмотря на плохое поведение человека. Так? Ведь нужна гарантия какая-то. Вот чем отличаются спокойные люди от беспокойных? У спокойных есть ли внутри гарантия? У беспокойных нет. Эта гарантия приходит от контакта с Богом. Для человека есть этот контакт? Он смотрит, человек кричит. Он говорит, он смотрит на него, тот кричит. Это страшно же, когда человек кричит, а значит, что он разрушает тебя. Но человек настраивается на Бога. И топит кусочек льда сердцем своим горячим. Это называется доброта. Доброта это сила, которая имеет свой источник от пункта. Понимаете? Смотрите, об этом говорится в тратате. Речь просвещенного человека состоит из слов истины, пропитанных любовью. В те древние времена трактат был написан больше двух тысяч лет назад. Люди очень хорошо понимали, что значит просвещенный человек. Просвещенный человек означает просветленный. То есть просвещение сейчас означает, что ты как минимум знаешь пять языков и так далее. Но в те времена люди знали, что просвещенность означает знание об источнике счастья. Сейчас люди считают, что счастьем является высокое положение в обществе, деньги, квартира, машина. То есть вот это категория счастья для нас. Если человек знает, как это притянуть себе, значит он образован, считается. Я исследовал таких образованных людей. Я живу в Москве. В результате моей специальности мне приходится с ними общаться. Я имею отношение и с звездами эстрады. В небе полуношном, в небе весеннем падали две звезды, две звезды, две светлых повести. И падали две звезды рядом. Снюхались и падали по-три мере. Но только непонятно, почему они светлые повести, если они падали. Если две звезды падают, значит они далеко не светлые повести, понимаешь? Так они с самого начала падали. Когда они встретились даже. Вот. Вот в этом проблема заключается. И когда на этих звезд смотришь, начинаешь с ними общаться, видишь, что у них жизнь не малина. Очень тяжело жить во всех отношениях. Очень тяжело. Недавно общался с одним мультимиллиардером. Не мультимиллионером, а мультимиллиардером. У него квартира как торговый центр. Ну так, ну круче, конечно. Всякая фигня там не стоит, как торговый центр. Он очень, внешне кажется, очень счастливый. Но посмотреть на него жизнь... Очень обыденно все. Примитивно, обыденно. Я, когда в Днепропетровск ездил, общался с одним членом правительства. И он говорит, у меня один друг, говорит, посчитал, сколько нужно, вот если у тебя каждую секунду желание какое-то возникнет, сколько нужно денег, чтобы так жить. И он посчитал, что для этого нужно ему 20 миллионов долларов в год. А у него гораздо больше. У него там несколько миллиардов. И он думает, нафиг мне столько денег. Мне мысль такая пришла в голову. Куда я их дену, они все равно не до меня. Потому что я их не смогу потратить столько. И он понял, что просто бесполезное занятие. Вот это все наращивание, все больше и больше денег. Он говорит, думаю, я об этом думаю. Ко мне приходит другой мой друг и говорит, слушай, у тебя высокое положение, у меня 40 миллионов. Хочу сделать 100 миллионов. У меня есть проект хороший. Он говорит, хорошо, я не против, говорит, но у меня к тебе вопрос. Зачем тебе 100 миллионов? Он мои лекции слушал. И тот говорит, как, зачем? Он дал ему лекции, говорит, на, послушай, через неделю приходи, еще раз поговорим об этом. На эту тему. Люди с ума, это же вид сумасшествия, понимаете? Это вид сумасшествия. Вот так мыслить. Точно так же, как нищий постоянно хочет денег, так и богатый постоянно хочет. Это не заканчивается. Это означает упахиваться, упахиваться и упахиваться. Разница только заключается в том, что чем больше человек имеет денег, тем опаснее ему жить. Потому что большие деньги всегда означают, притягивают очень жестоких и злых людей, которые хотят вырвать у тебя эти большие деньги. У нищего никто ничего не хочет вырвать, у него ничего нет. Но у богатого человека всегда хотят вырвать. Поэтому богатство не является гарантированной защитой человека. Это наоборот опасность. Это серьезная опасность. Вот почему индейец Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Его никто не ловит, понимаете? Но в Москве далеко не все индейцы Джо неуловимые, потому что у них много денег. У меня это все знают. Это большая проблема. Просветленный человек означает человек понепонявший, глубоко осознавший, зачем жить, в чем смысл жизни, что дает счастье, что не дает. Он просветленный означает, что он это очень хорошо понимает внутри себя, в своем сердце. Самое интересное заключается в том, что это понимание не делает человека бештанным, как некоторые думают. Что если ты начинаешь молиться, значит у тебя меньше будет денег, как некоторые считают. И меньше будешь работать, тоже будет меньше денег. Вот это вот безумие, полное безумие. Есть даже сейчас такие тренинги для успешных бизнесменов. Они говорят, что чем больше вы вкладываете в свое развитие, тем меньше вам надо будет работать. Потому что развитый человек, у него появляется сила притягивать к себе верных, подчиненных, честных людей и так далее. Он может видеть, кто честный, а кто нет, чтобы убирать от себя ненужных людей. То есть, когда человек просветляется, у него жизнь становится проще, потому что у него другое окружение, другие отношения, другие связи между людьми, понимаете? И поэтому иногда так много сил затрачивать на то, чтобы... Иногда прораб бегает по всей стройке, по всей стройке, он только убежит, там раз, уже делают не так, как надо. Он прибежал, делают так, как надо. И он не знает, мне не хватает, я не буду больше расширяться, у меня не хватает сил. Как в анекдоте, чукча прокручивал через мясорубку мясо. Потом очень пельмени вкусные получились. И он спросит, почему так мало, чтобы мясорубку устало жевать? Понимаете, это не способ жить. Надо развиваться, как личность. И тогда не надо своей мясорубкой все жевать. Для этого будут люди, которые будут тебе помогать делать, понимаете? Но для этого остальным надо стать человеком, чтобы те люди верили, чтобы доверять. Для этого надо развиваться, как личность. Это касается не только отношений на работе, это касается воспитания детей. Чем больше человек развивается, тем больше и меньше вкладывать сил надо в ребенка. А как ко мне вчера одна женщина подошла, говорит, ну а как вообще человеку, ребенку объяснить, чтобы он поступал правильно? Я говорю, вы можете налить воды на стекло прямое? Нет, не могу. Почему? Потому что там нет углубления. Так и у ребенка, у него нет углубления. Некуда объяснять. Потому что объяснять можно в разуме. Разума у него нет. Разум появляется человеку только 25 лет. Зато у ребенка есть система копирования. Очень сильно развита. Он как чистый лист бумаги. Родители своей жизнью на нем все рисуют. Поэтому ребенку не надо ничего объяснять. Надо просто жить правильно. И у него все само объясняется внутри. Он таким же становится, он как родители себя ведет. Просто эту схему понять очень сложно. Допустим, если у родителей есть желание внутри развиваться на работе. То есть добиться успеха. То есть занять высокое положение. То у ребенка это желание будет по-другому совершенно проявляться. Например, оно будет проявляться в том, что он будет критировать родителей, требовать велосипед. Но точно такое же желание, просто оно в разных телах по-разному проявляется. У ребенка это проявляется более примитивным образом. Поэтому если у родителей есть, допустим, жадность, если родители постоянно хотят сексом заниматься, у ребенка тоже это по-другому будет проявляться. Он тоже будет у него проявляться. Он будет эксплуатировать внимание родителей. Он будет постоянно приставать и заставлять их на себя обращать внимание. Чтобы он будет вымучивать их, не отпускать их от себя. Ревность у родителей, у ребенка тоже по-своему будет проявляться. будет очень обидчивым по каждому поводу будет истерики закатывать и так далее понимаете но мы не видим таких трансформаций нам кажется что у меня ребенок плохой почему так плохо себя ведет мы не знаем но это всего лишь зеркало нашей жизни ребенок он отражает нашу жизнь и все нет там другого процесса никакого только отражение жизни родителей все больше ничего нет поэтому образованность это основа жизни настоящая образованность означает понимание что нужно делать для того чтобы быть счастливым и сразу вам скажу не то что мы думаем не то что надо упахиваться еще больше нет надо находить время для молитвы надо находить время для того чтобы желать им счастья прощение просить прощать и так далее ну то есть действия направлены на счастье они имеют вполне определенную конкретную структуру эти действия всегда одинаково выглядит человек должен сам начать что-то делать не принимать информацию смотреть телевизор слушать радио читать книгу он должен сам из себя что-то вымучивать понимаете вымучивать что-то светлое для того чтобы вымучивать из себя для этого сначала надо настроиться на эту волну а настройка происходит за счет тех людей которые уже из себя что-то вымучил ведо объясняет что это все происходит с помощью звука не тролит начинают лекции слушать 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 и с лекциями спят и как бы один мужчина говорит спасибо вам за лекцию мне так лекции понравилось я говорю чтобы много поняли для себя нет я ничего не понимаю говорит но не спокойно жить стало я начал спать я включаю лекцию я сплю мне хорошо говорит это тоже означает восприятие то есть на уровне глубоких чувств человек получает как будто контента он включается на что-то на нужную волну и он чувствует себя хорошо в жизни понимает даже на этом уровне идет развитие звук и когда человек допустим рядом с вами молится который у него звук осознанный он связь богом имеет вы тоже вместе с ним молитесь вы настраивайтесь на эту волну подстраивайтесь звук и постепенно у вас молитва переходит от горла ума к сердцу и она там утверждая сердце становится очень сильной и светлый сильное означает что реально счастье происходит во время молитвы ты слов по лицу произносишь тебя счастье внутри еще одно еще одно еще одно и так целых пять часов подряд и сколько счастья человека потом становится очень много на всех хватает речь просвещенного человека состоит из слов истины пропитанных любовью то есть истина означает что человек чувствует правду а любовь почему потому что он ей связан с источником любви в этом причина этого утверждения просвещенный означает связанный с источником любви и собирающийся от него отвязываться ближайшее время здесь как бы приводится пример ну что смысл слова это самая главная сила когда человек допустим приходит какой-то подарок дарит то веды говорят что вот здесь следующее высказание что доброе слово время подарка и полный любви взгляд ценится гораздо сильнее чем любой подарок какой бы ты не подарил не имеет значение если человек дарит подарок без всего это он все равно в сердце не будет оценен мы можем жадностью схватить подарок потому что он имеет большую ценность допустим материальным но благодарность все равно у тебя не возникнет сердце к этому человеку благодарность возникает только на любовь и доброе слово она не возникает на добрый подарок понимаете даже собачка это это вот так воспринимается если собачке дать очень вкусное мясо она съест потом будет смотреть на тебя и опять вилять хвостом еще хотеть мясо но у нее не будет благодарности при этом но если ты посмотришь на нее с любовью погладишь ее по голове она успокоится и будет смотреть на тебя с очень великой благодарностью и преданностью понимаете даже собачка это это вот так воспринимает не тоже человек кстати сказать это касается можно воды я сегодня не достоин знаете бог хочет и без воды там организует хорошо а вот надо понять такую вещь что надо переходить на звук надо понять что звук главное на звук переходить своей жизни ну учиться говорить допустим протестируйте свою семейную жизнь вспомните когда вы по-доброму не не о чем-то там светлом будущем а просто по-доброму говорили своим близким человеком не ласково там не обнимались а говорили о чем-то хорошим протестируйте себя когда последний раз я провел исследование научные и обнаружил что количество секса в семье является противоположным количеству добрых слов чем больше секса и меньше общения чем больше общения тем меньше секса потому что когда люди общаются им уже не так нужен секс секса так как ну когда где скапливается любви не в ней не реализованная она вниз все стекает и уже не знаешь как жить дальше нужно какая-то разрядка разгрузка и люди занимаются потому что им нужно какой-то вот разгрузка в жизни но когда есть чистые отношения нечего разгружать все и так классно поэтому секса меньше нужно уже в жизни иногда люди третируют друг друга сексом требует секса хочу секса третирует почему потому что не хватает им любви в жизни они знают как это работает в общей системе не понимают что любовь работает через слово больше всего через слово означает осмысленность осознанность можно смотреть друг на друга гладиться там лизаться там целовать все хорошо это тоже любовь но она действует на уровень чувств она в сердце не заходит она просто дает успокоение расслабление человеку психическое но сердце заходит только слово секс сердца тоже не заходит только слово общение только я и ты только ты и я только солнце и цветы то есть надо разговаривать но люди не привыкли общаться друг с другом они не знают зачем это надо поговорить со мною мама о чем-нибудь поговорить о темной полночи до сады мне снова сердце подали так не только мама же может поговорить может жена тоже поговорить я что-то новое сказал революционный мы не знаем поэтому не происходит этого надо тренироваться это же аскеза поговорить с близким человеком его сначала поймать надо чтоб с ним говорить с близким человеком это самая тяжелая аскеза которая существует жизни материться гораздо легче чем говорить добрые слова это очень трудно вообще нас когда свадьба была отец жены стал чтобы нам что-то сказать он сел и заплакал не смог ничего сказать тяжело тоске заговорить добрые слова но мы все поняли что его презентация это его как бы ну пожелание мне больше всех понравились то есть там много кто что говорил но когда я увидел его пожелание понял что они самые глубокие мне больше всех понравились не обязательно даже слишком много говорить надо просто захотеть хотя бы сказать что Люсенька Люся хотя бы так мы с тобой уже 20 лет прожили представляешь и самое главное чтобы это было на трезвую голову это главный критерий когда человек говорит по доброму не открытый взгляд то есть он направлен на тебя не одним глаза на телевизор оба глаза на тебя полное внимание и то что там ребенка там а вот полное внимание и телефон там и занавеску идет нет полное внимание открытый взгляд добрый добрый добрые слова облегчает любой боль немедленно облегчает любую вот человеку допустим больно внутри но он не скажет об этом когда ты говоришь добрые слова он впитывает как губка в себя человек впитывает поэтому молчит в это время он он сразу не скажет ой мне легче стало нет он будет впитывать он будет ждать еще до одного слова доброго впитывать а отдавать тяжело добрые слова потому что хочется назад уже чего-то он говорит добрые слова может только благодарные люди благодарность это и есть сила необходимая для непрерывной энергии счастья которая течет в твоем сердце благодарность означает глубокое понимание того что ты получил в жизни количество слез во время смерти близкого человека обратно пропорционально количеству благодарности чем больше благодарности при жизни по отношению к человеку тем меньше слез потому что плачет человек когда он теряет близкого человека только по одной причине что он всю жизнь был неблагодарным за то что близкий человек рядом жил поэтому благодарность это основа счастья которая есть только у человека и она является непрерывным источником счастья допустим ты можешь много много говорить хорошего близкому человеку и не фальшивого если ты ему благодарен в жизни но понимаете благодарность это же аскеза благодарным человек не может быть просто сам по себе он должен искать источника поводов для благодарности нужно искать нужно быть очень внимательным в этом вопросе человека близкий человек один шаг только для тебя сделал ты должен уже понимать что это большая награда один шаг только сделал для тебя мы часто привыкаем близкий человек много шагов делать мы думаем это нормально это мой муж а кто мне еще это будет делать ну то есть это значит что будем сильно плакать потом когда он победит поэтому надо учиться благодарность это объясняет что благодарность это такая штука что она дает возможность почувствовать то что нам могут давать ну то есть счастье означает что ты что-то чувствуешь если че чувствуешь счастья нет благодарность это вещь прямо противоположна амбициям человека то есть мы рождены чтоб сказку сделать былью преодолеть пространство и простор означает большие амбиции нет благодарности счастья не будет значит папа может может подарить ребенку весь мир но если у ребенка большие амбиции этот подарок ему не будет слишком глубоко его не тронет ребенка этот подарок слишком сильно почему потому что он будет считать что это и само собой разумеется что ему это все должно принадлежать но если ребенок культивирует все благодарность родители его благодарны у ребенка таким же благодарным для родителей в жизни благодарны и ребенок таким же становится папе достаточно ему по головке просто погладьте ребенок весь день будет думать о том что папа меня погладил по голове он будет очень счастлив от одного этого движения ребенок ему никто весь мир не подарил просто погладили один раз по голове и все такова разница в нашей судьбе один человек испытывает много счастья от маленького действия другой испытывает мало счастья от большого действия почему потому что один человек очень благодарен другой совсем не благодарен и благодарности тоски за которую нам все культивируют каждое утро надо пытаться понять что Бог мне дал возможноси жить в доме а не на улице есть люди которые живут на улице Бог мне дал мужа а есть ли у которых нет мужа Бог мне дал детей а есть люди у которых нет детей Бог мне дал возможности что-то изучать знание�щение людей ничего не изучают вообще не просто живут игра человек молится вот так вот думает думает обо всем этом у него сердце начинает наполняться огромной радостью и тогда у него появляется возможно говорить добрые слова потому что добрые слова не могут из пустого сердца истерзанного жизнью исходить дальше высказывание очень революционная для современного бизнесмена тому кто радует сердца людей добрыми словами нечего бояться бедности как вы думаете главная причина богатство чем заключается почему человек богатый чему немного денег в чем причина нет нехорошая карма заслужил чем привет а все правильно вы не понимает причину какая зависть не богат человек причем за ведь обманул беда говорите что когда человек другим обманул богатство приносит не только страдание и она у них никогда не задерживается она вытекает из него и поэтому надо прилагать огромные усилия чтобы удержать фактически становится рабом этих денег которые притянув себе таким образом но это не я говорю про богатство которое связано с просто жизнью человек стал богатым не потому что он там грабил убивал притягиваю просто саму да хорошо но по-настоящему богатый то что он себя считает просто богат это правильно есть причина это тоже правильно много отдавал и это правильно очень правильно но в чем причина богатства причина богатства заключается в том что человек реально способен устанавливать глубокие отношения с образованными людьми глубокие отношения с образованными людьми дают очень сильную защиту человек становится защищен во всем потому что образованные люди они имеют очень сильное влияние в этом мире на все когда человек по-настоящему образованными людьми имеет глубокие отношения эти люди ни за что не дадут ему возможности быть бедным. Они ему помогут во всем. Достаточно одного звонка сделать, чтобы у человека появилось очень много чего в материальном плане. Понимаете? Но если этот человек сам является образованным, это то, что ему придет по судьбе таким образом через какой-то звонок, он не потеряет. Почему? Потому что единственное, что нужно человеку для того, чтобы сохранить богатство, это честное и глубокое отношение к людям. И глубокое понимание людей. Если ты знаешь, кого к себе приблизить, кого отдалить, с кем как поступать, кого наказать, кого поощрить. Если ты знаешь, глубоко веришь в отношения и глубоко понимаешь, что такие отношения, что такое отношения, то тогда в результате человек становится очень влиятельным. Веды приводят по этому поводу такой пример. Два мудреца предпределились к дворцу. оба поняли, что для того, чтобы жить правильно и хорошо, для этого надо приблизиться к царю. Это легкий способ быть влиятельным человеком. И один мудрец сел и начал прославлять царя. Царь немедленно послал шпиона, чтобы проверить, зачем он это делает. Есть какая-то цель. И тот прославлял месяц царя. И шпионы докладывали, о чем он говорит. И тот думал, ну ладно, пускай поет себе, он не мешает в принципе. Пускай сидит там сидит и поет славу. В принципе, я не против. И он так ничего не добился, он целый месяц там сидел, и к царю он не приблизился. Потому что царь говорит, так рассуждал, ну все вокруг прославляют мою славу. Чем особенно этот человек? Ничем никакой особенности нет. Второй точно так же пришел к дворцу, точно так же начал петь. Он начал прославлять славу царице. Но так же царь послал шпиона, и когда шпион пришел к царю и сказал, про что он пел, царь тогда у него круглились глаза, и он говорит, откуда он знает такие подробности о моей жене. Он говорит, иди сюда, немедленно пригласи ко мне домой, я хочу с ним поговорить. Понимаете разницу или нет? Разница заключается в том, что если ты слушаешь непосредственно какой-то личности, то в этом нет никакого толку. Но если ты служишь тех, кому он любит, кого он любит, значит, ты очень быстро приближаешься к этой личности. И так далее. Есть много таких законов, которые образованные люди знают. На самом деле стать богатым человеком очень просто. Для этого надо стать образованным человеком, чтобы среди богатых тебя не считали дураком. Образован не означает ходить, типа знать, что одеть, типа вот так вот ходить. Потому что это смешно. Образованный человек это человек просветленный внутри. Понимаете? он может вести себя с кем угодно спокойно, зная, что главное все равно для всех людей это истина. Если ты с богатым или с бедным говоришь об истине, то всегда люди это ценят. Потому что это и есть то главное, о чем можно говорить вообще где бы то ни было. Поэтому просто человек изучает истину внутренним, своей внутренней работой над собой. Чем больше он изучил, тем выше его положение в обществе. Чем выше его положение в обществе, тем меньше ему надо работать. Я сейчас вам дал бизнес-тренинг. Самый классный, который только может быть на этой земле. Я вам открыл тайну вообще. Как делать так, чтобы вы зубы не стучали от усталости? Надо просто больше времени уделять работе над собой. Молиться. Понимаете? То есть развивать себя как личность. Чем больше вы будете раз, тем больше будет отношений глубже с сильными людьми влиятельными, которым будет хотеться быть рядом с вами. И они будут давать вам возможности в жизни какие-то. И все. Очень простой метод. Это ведо описывает эту методику. Надо сильно париться, там экономическое образование получает, там еще что-то. Тому, кто радует сердца людей добрыми словами, означает, что человек образованный. Потому что есть только один критерий образованности человека. Это мягкая и добрая речь. Попробуйте найти у необразованного человека такую речь. Вы заметите, что даже если этот человек не закончил никакого института, если человек говорит мягко и по-доброму во всех случаях жизни, вы, когда начнете с ним общаться, вы увидите, что этот человек очень глубоко понимает жизнь. потому что единственная причина грубых слов, единственная причина, почему человек ведет себя неправильно, заключается в том, что он не на волне находится в жизни, он не знает, откуда ветер счастья дует, он не понимает смысла жизни этот человек, поэтому он постоянно бьет по сердцу какие-то трудности, и поэтому у него нет мягкой речи. Никакая картинка фраером гребет. Смешно? Не очень добрые слова, да? Песня такая некоторые слушают, нравятся им какие мотивы. Изучие высказания. Украшают больше всего человека не бриллианты, а благородная речь. Самое лучшее украшение человека в жизни, которое только есть, благородная речь. Мудрому человеку очень странно. Зачем вообще говорить грубости? Потому что молчание дает гораздо больше пользы. А если есть возможность сказать хотя бы одно ласковое слово, то это дает неизмеримо больше пользы, чем молчание. Допустим, человек руководит людьми. Строгость нужна в руководстве? Нужна обязательно. Обязательно. Есть такая формула. Чем ты больше любишь людей в своем сердце, тем строже ты с ней можешь быть. Потому что они тебе простят все. Все. Если ты очень сильно их любишь, ты можешь быть как скала твердым в отношениях. Но если ты не любишь их в своем сердце, одно одно слово жесткое вызывает протест сразу в сердце у того, кто слушает, он не будет подчиняться тебе этот человек. Потому что у тебя нет любви. Любовь означает, что ты должен заранее переварить его плохие манеры, плохую судьбу, плохие привычки. Переварить означает принять. Вот пришел к тебе в коллектив человек, ты руководитель, ты знаешь, увидел его недостатки. Каждый недостаток надо переварить в своем сердце, простить. И тогда ты можешь уже его наказывать. Но в сердце ты должен его любить своим. И тогда он будет всегда тебе подчиняться. Всегда. Поэтому ругаться нет смысла никакого. Не помогает совсем. Ну что толку ругаться, только еще хуже отношения происходят. Когда человек оскорбил тебя, в сердце сразу возникает плохо, боль. Надо переварить эту боль. А дальше мысленно надо кланяться человеку, найти благодарность к нему хотя бы за что-то. Ну то есть благодарность означает, что от него начинает идти счастье сразу, человек счастье течет. Ты становишься им благодарным. В семейной жизни должен быть такой прием. Ну допустим, муж и жена ругают, допустим, она ему говорит, да ты такой-сякой, да зачем ты вот это все делаешь. Он должен слушать как бы и когда она триада закончена, он должен сказать. еще хочу добавить, что я тебе сделал очень хороший подарок на день на жизни ко всему сказанному. Я со всем согласен, но хочу добавить, что я тебе сделал хороший подарок на день рождения. Сразу смягчение происходит, понимаете, потому что человек почувствовал благодарность, а подарок был действительно хороший, человек в сердце благодарен. Когда он злится, ты ему об этом говоришь раз, его сразу располагают. Благодарность сразу хороший контакт устанавливает. Потому что это работает. Надо всегда знать, что если ты служишь с любовью близкому человеку, у тебя всегда есть возможность остановить его гнев. Надо просто нажимать на то, что связано с истинными отношениями. Например, жена ругает, ругает мужа, и он говорит, это все правда, может сказать. Но ты должна не забывать одну вещь, что я никогда не изменял тебе и никогда не изменю. Она может говорить о том, что в туалете нет никакой бумаги, ну сколько можно, когда купишь там, ну всякую ерунду там. Он может истерику из этого катать. Но он может совершенно не по теме сказать. И она сразу успокоится. Почему? Потому что благодарность делает свое дело. Благодарность это сила, которой нельзя удержать сердце, она заходит в сердце само. Благодарность сама заходит в сердце и утверждается там. Снаружи может глоба остаться, а внутри все равно счастье. Согласны? Поэтому здесь говорится, что очень странно, что люди говорят грубые слова в ответ на грубость там, допустим. Хотя понимают, что лучше просто промолчать, а еще лучше сказать ласковое слово. Хотя бы одно. Оно нейтрализует сразу все, весь скандал. Если можно использовать мягкое слово, зачем произносить обидное? Разве не глупо срывать зеленые ягоды и топтать спелые? Здесь приводится такой пример. Интересно, что следующая тема после добрых слов. Всегда как бы одна тема развивает другую. Как вы думаете, какая следующая тема после добрых слов? Добрых слов. Благодарность следующая. Потому что не бывает добрых слов без признательности, без благодарности. Закон. Добрый поступок, совершенный без мысли о воздаянии, ценнее всего, что есть в этом мире и за его пределами. За него ничем нельзя отплатить. Проблема большинства людей в семейных отношениях заключается в том, что им не хватает силы совершать бескорыстные поступки. Потому что бескорыстные поступки – это огромная сила, которая не дает возможности тебя оскорбить. Ты становишься неоскорбляемым. Когда человек совершает поступки, не желая ничего взамен, просто тикаря что-то делает для близкого человека, очень сильно желая ему счастья, то эта энергия счастья нейтрализует всю его дурь, всю его спесь, все его животные инстинкты, которые направлены на тебя для того, чтобы наслаждаться. И когда человек пытается даже больно что-то сказать, если человек бескорыстно поступает, то он даже внутри защищен от этих больных слов, больных слов, потому что он становится неприкасованным, то есть он становится как дипломат, у него есть статус неприкосновенности. Этот человек начинает иметь статус неприкосновенности, потому что он знает, что я, он чувствует внутри, что я делаю все для тебя. Поэтому ты не можешь меня ничем убедить. И у него внутри есть чувство такой неприкосновенности, если он бескорыстный. Ничего не хочет для себя, а сам постоянно делает. Это огромная сила, которая откладывается в человеке в другом. Здесь об этом говорится. Добрый поступок, совершенный без мыслия воздаяния, он обладает огромной силой, он ценнее всего, что есть в этом мире, и за его пределами. За него ничем, ничем нельзя отплатить. Ничем. Люди хотят всегда заплатить, чтобы отвязаться, чтобы потом можно было ругать. Отвязаться для того, чтобы потом можно было ругать. Но за бескорыстный поступок нечем платить, потому что человеку ничего не надо. Поэтому нечем платить. А если есть? Я поставил этого богатого человека в неудобное положение. Когда с ним поговорили, я ему сказал, много советов дал. Он потом вытащил такой шарик красивый, каменный. Говорит, ты камнями занимаешься? Дорогой шарик такой. Я тебе дали мне. Я говорю, да у меня таких полно самого учебного. Не надо. Он такой, как раз так. Его дернул немножко. И он понял, что не работает система. Когда он решил, что на самом деле я беру только деньги. Шарик для меня это интерьер, нам нужно денег. Но он был очень богатым человеком. Но денег больше, чем в этой комнате вместо у микрофсона. Ну, все равно. И он, когда я выходил, он даже глазом не моргнул. Он просто вышел на минутку. Там сказал, видно, секретарше за дверью что-то. Я когда выходил, он закрыл дверь. Она такая сказала. Мы хотели бы вас как-то поощрить. Я говорю, да зачем? Она такая растерялась. Думала, я улыбаться. Она говорит, еще как-то передали надо. Она говорит, ну тогда скажите просто сами честно, сколько стоит ваша консультация? Я говорю, она бесплатная. Она такая. У нее глаза такие. У нее, правда, челюсть отвисла. Она уже не знает, как бы микросхема начала гореть. Я представляю, что у нее там с микросхема произошло, когда он узнал об этом. Человек становится неприкосновенным. Ты ничего не сделаешь уже, все. Он вне твоей досягаемости. Почему? Потому что ничего не надо. Кто богаче? Тот, кому надо или кому не надо? Не надо богаче. Потому что ему ничего не надо. Это правда. Я бы из храма с удовольствием что-нибудь взял. Если бы мне из храма что-нибудь дали, я бы прям с удовольствием взял. Потому что это всегда приносит только одно благо. А от богатого человека брать нечего, потому что это грязь. Бывают, конечно, богатые люди, у которых это не грязь. Но чаще всего грязь. Поэтому что ей брать-то себе грязь домой? Она не нужна дому совсем. Дома вот из храма когда что-то, да? Это здорово. Умеет общаться с образованными людьми. Вы знаете, не всегда богатые люди образованные. Образованный человек не будет сувать другому образованному человеку кусок мяса или как это, в зубы там, кляп вставлять, понимаете? Когда два образованных человека встречаются, цель их встречи дать что-то главное в жизни друг другу. В этом заключается образованность. А не в том, чтобы заткнуть рот куском капусты. Зеленый. Потому что когда обычно богатые люди знают, что когда если человек много знает, ему рот куском капусты зеленый заткнуть, он сразу молчит. Он ничего плохого никогда ничего не скажет. И хорошего. Он будет молчать в тряпочку. И всегда кивать головой. Он становится домашним ученым. Понимаете? Это большая проблема. Это значит, что ты не ученый. Потому что в ведах описано, что единственный критерий ученого человека заключается в том, что ему кусок капусты зеленой в рот не засунешь. В этом заключается признак образованного человека. В ведах говорится, что если ты сможешь пожертвовать святому человеку чуть-чуть денежек или еды, в этом случае ты получишь огромную милость в жизни. Я когда я думал, блин, классно. Я поехал в святое место, нашел святого человека, пытался ему пожертвовать. Он говорит, да мне не надо. И это ему не надо, и это не надо. Ему ничего не хочет брать. И никак ты ему не можешь ничего пожертвовать. Вот в этом весьма вся проблема заключается. Понимаете? Я тогда сериализацию себе открыл, что на самом деле ему ничего не надо. Ему так все хорошо. Но если ты с любовью постоянно будешь думать о нем, и чуть-чуть приготовишь ему что-то, принесешь, он возьмет. Потому что он почувствует любовь. А если ты принесешь с целью получить милость, он не возьмет. Понимаете? Святые люди питаются только любовью. Но если те, которые богатые, сами живут, образованными псами, живут возле квартир богатых людей, это не образованные люди. Они просто продали свое образование. Может они были когда-то образованы, но они все продали. Почему? Потому что человек теряет себя в этом случае. Образованный человек стоит, по идее, выше богатого. Богатый тоже может быть образованным. Но в этом случае он не считает богатство чем-то ценным для себя. Просто Бог дал, и он не использует его для того, чтобы служить людям. Он не считает это большим ценностью. Но когда человек считает большой ценностью богатство, он начинает им расплачиваться за все. И в этом заключается глупость. Понимаете? То есть те, кто купит это, ясно, что эти люди останутся рядом с этим человеком. Но все они будут бесполезны для него. Потому что никто из них не скажет ему правду. Роб, когда кусток зеленой капустки сидит во рту, он не может открыться на правду. Понимаете? Потому что если он открывается, капустка выпадает навсегда. И больше никто ее туда не вставит. Благодарность может быть и небольшой. Но если она в нужный момент оказана человеку, она больше, чем весь мир. Благодарность, бескорыстность. Она может быть небольшой. Но если в нужный момент она оказана, она может быть лучше, чем весь мир. Допустим, бабушка воняет, потому что она не может ходить. У нее никого нет. Она воняет уже. И она голодная, потому что ей трудно вставать, чтобы готовить себе что-то. Допустим, соседская девчонка прибежала, бабушку взяла, отнесла в ванну. Помыла ее, постирала ей одежду, приготовила, накормила. Когда в следующий раз эта девчонка придет к бабушке, она там большие деньги истратила, нет? Нет, она просто взяла простые вещи какие-то. Когда она в следующий раз придет, бабушка руку тяжело поднимет свою, вот так вот скажет. Ты будешь счастлива, доченька, счастлива. И это сбудется. Это факт. Человек, который способен быть благодарным в своем сердце и готов бескорыстно служить, он получает самый нектар в этой жизни. Самую большую милость, которую только есть в этом мире, он получает в себе внутрь. Но для этого надо учиться быть таким, в нужное время, в нужный час оказаться рядом. Бабушка одна стояла на перекрестке, я проходил мимо. И она такая, она почти ничего не видит, такая стоит, смотрит, смотрит вокруг. Я говорю, вы кого-то ищете? Она говорит, нет. Я говорю, может вы кушать хотите? Да. Я говорю, вам может что-то купить? Хлебушка. Значит, хлебушка говорит, значит точно кушать хочет. Потому что если он не хочет, он может сказать соленых огурчиков купить. Или рыбку соленую. Значит, он хочет пить, а не кушать. И пить не водичку далеко. Но так или иначе, она хотела кушать. Я побежал через дорогу в магазин, она там осталась стоять. Принес ей хлебушка. Начала его трогать, трогать такая, через целлофанную пакет. Она говорит, а где вот открывается пакет-то? Я говорю, да он запечатан. Она его трогает, говорит, сынок, я хлебушка хотела, а ты мне что-то не то принес. Там он был просто разрезанный. Так она даже не знает, что хлебушек бывает разрезанный сейчас. Она совсем старенькая. Но я объяснил все, и она пошла счастливая, что ей хлебушек дали. Вот и все. Больше ничего не надо. В нужное время с белой хлеб купите. Дорого хлеб стоит, нет? Бука. Совсем год копейки. И бабушка будет вспоминать. Потом добрым словом. А это означает удача. Что такое удача? Удача это когда тебя благословляют. Удача это тоже не такой термин, что Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем мерси-боку. На судьбе можно шептать, конечно. Но это не приносит удачу. Удача приходит, когда человек делает добрые дела. Нужное время, нужный час. Нужному человеку. Судьба дает возможность, будет удача. Я помню, мы как-то в Днепропетровске читали лекции и в субботу, а это очень такой день Сатурна, нам позвонили цыгане. Это люди Сатурна. Правда, цыгане люди связаны с Сатурном. И они попросили старую одежду. А старая одежда тоже связана с Сатурном. Все, что они сделали, это как будто Бог что-то такое важное. Потому что, если ты делаешь это, и они берут, уходят, то это очень благоприятно. Это как знак такой очень хороший, знаете, в жизни. Мы так обрадовались. Мы всю одежду, какая там была, может быть, не совсем старая, добрался этим цыганем. В следующую субботу. В это же время. Другие совершенно цыгане. опять звонят, старую одежду просят. Мы опять набрали, набрали, что-то дали. Больше они не приходили. Но в сердце осталось доброе чувство. Вот что-то хорошее в жизни произошло. Хороший знак. Хороший знак. Понимаете? Или не понимаете? Что-то вы когда-то смотрите на меня странно. Ну, если к вам, допустим, в пятницу, день Венеры, придет пьяный, попросит на бутылку, то вам не надо давать. Ну, это и тоже как бы совпадает. Но это другим, а ты из другой оперы. Ты можешь страдать от смертельной обиды на кого-то, но вспомни то хорошее, что он однажды сделал тебе. Это немедленно уничтожит твою обиду и снимет с твоего сердца боль. Но вот в этом заключается вся проблема, что вспомнить что-то хорошее у человека, который сделал тебе больно, очень трудно. Вот сейчас, допустим, у вас у всех есть человек, который очень больно в жизни сделал. Очень больно. Попробуйте сосредоточиться и вспомнить, что он хорошее вам сделал. Вы заметите, что невозможно вспомнить. Не вспоминается. Почему? Потому что так работает гнев. Когда человек разгневался на кого-то, у него рушится память о всем добром, что этот человек для тебя сделал. Рушится память, не можно, невозможно вспомнить. Поэтому надо молиться. Надо молиться о том, чтобы вспомнить. И когда ты вспомнишь что-то хорошее об этом человеке, сразу же сердце успокаивается, обида уходит постепенно. Ты начинаешь чувствовать, что все хорошо на самом деле в жизни. и все нормально. Понимаете? Передняю. Какие вопросы по этим двум темам? Да? Как молиться? Это целая наука. У меня есть свой опыт, я могу поделиться ими. Молиться лучше всего сидя. Положение тела во время сидения должно быть прямым. Надо прямо сесть. И лучше всего, если ноги как-то оформенно находятся. То есть можно сесть на лодыжках сидеть. Поза алмаза в юге называется. Можно на коленях стоять вот так неподвижно. Можно поза лотоса из-под масана вот так вот. Или ноги вот так вот одна за другую забрасываются. Ну то есть эти положения тела очищают сознание и лечат человека. Даже физически они не лечат болезни. Кроме того, они повышают, поднимают энергию вверх. Если человек сидит согнуто, то энергия опускается вниз и молитва не действует. Надо сидеть прямо. И вытянутая спина это та аскеза, которую нужно делать во время молитвы. И чтобы победить свои желания. Потому что веды объясняют, что желания корыстные находятся в пояснице у человека. Когда поясница сгибается, значит ты хочешь жить для себя. Когда она выпрямляется, значит ты учишься жить для других. Ну вы расслабьтесь, наверное. Дальше. Надо учиться, когда ты молишься, надо учиться издавать звук из других. Потому что большинство людей считают, что этот звук неприятно издавать, потому что он слишком какой-то такой уж откровенный. люди часто любят говорить из головы. то есть они как бы стараются скрыть свой откровенный звук и говорят из головы. ну то есть осуждения какие-то свои. Люди слушают такой звук противно. И хочется спать во время такой лекции. Вот. с такими занудными людьми очень трудно разговаривать. значит они скрывают себя, понимаете. Не открывают, а скрывают. Бывают люди, которые хотят себя показать. Они не скрывают, а наоборот показывают. как прекрасен этот мир посмотри. Я желаю зем счастья. и как-то в Алма-Ате давал лекции на первом этаже в зале. На втором зале какие-то звуки доносились странные. На втором этаже в этом здании большом клубе. Я после лекции решил послушать, что же там происходит. Я когда приоткрыл дверку, я увидел люди стоят. руки подняли к небу и кричат. Господи! Мы любим тебя! И у меня первое, что возникло внутри, такая мысль. Думаю, ну любить же можно, не обязательно так громко. Ну представьте, если, допустим, вы подойдете к любимому человеку и будете кричать. Я тебя люблю! вам понравится, нет? Любимый человек и не понравится. Но Господь находится прямо вот здесь в сердце. Но орать особо не надо. Он ближе всех, ведо объясняют. Он ближе к человеку, чем кто-либо другой вообще. Вот душа рядом Господь. Прям вот совсем близко. Орать не надо. Все и так слышно. Но чтобы он услышал, для этого надо от сердца произносить. А от сердца, когда человек произносит, очень трудно это произносить громко. Но чем громче, тем лучше. Если от сердца. Но выглядит звук совсем иначе. Громкий и от сердца звук, он совсем по-другому выглядит, не как то, что я сейчас произнес. Это горловой звук. А от сердца звук другой. И молиться надо учиться от сердца. От сердца звук очень искренний. Надо учиться искренне говорить. Очень трудно это сделать, потому что для этого благочестия не хватает. Поэтому надо слушать звук тех, кто говорит от сердца. А это святые люди. Поэтому во время молитвы надо параллельно читать молитву в унисон со звуком святого человека. Когда он в унисон будет читать, вы заметите, что у вас звук начинает фокусироваться в сердце. И причем не просто в сердце, а определенным образом. Потому что сердце, речь идет не о анатомическом сердце, а есть такая область хридая называется. В ведическом знании описывается, что это область тонкого сердца. Она ничего общего с грубым сердцем не имеет. Она просто там же находится, поэтому говорят, что сердце. Сердце тебе не хочется покоя. Это как раз про тонкое сердце говорит. Не то, там стучит. Это про тонкое сердце говорится. Понимаете? Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Так? Это про тонкое сердце. Именно оно умеет любить. Понимаете? Тонкое сердце умеет любить. Но чтобы оно любило, для этого надо его настроить правильно. На волну. И волна звучит от голоса святого человека. Надо предаться этому голосу. Предаться Знаете, когда мы идем замороженным, предаемся мороженому. Когда мы на карусели сидим, предаемся карусели. Потому что если предаешь чему-то другому в это время, то слетишь с каруселью. Мы предаемся, мы деремся за нее и мотаемся туда, сюда. Предание звуку это сложно понять, потому что когда мы идем замороженным, мы хотим мороженым, поэтому его предаемся. А звуку святого человека трудно предаваться, потому что мы не знаем, чего там хотеть. Он нам не вкусен пока. Но есть в разуме такая функция, называется насильственная концентрация внимания. И человек заставляет себя слышать все глубже и серьезнее голос святого человека. И пытаться настроиться на него, на этот голос. Быть таким же внутренним, как этот голос. И этот настрой постепенно, все глубже и глубже, осознаннее делает разум. И разум начинает фокусировать звук во время молитвы все глубже и глубже к душе. Потому что святой человек означает душевный, который живет душой, а не чем-то другим. Поэтому, когда человек ближе к душе начинает произносить молитву, она становится очень искренней. Искренняя молитва привлекает Бог. Когда человек искренне молитву читает, он начинает соприкасаться с Божественным. И у него появляется другой вид восприятия мира. Он начинает чувствовать счастье необыкновенное, что все имеет свою закономерность, что его жизнь, она тоже закономерно течет, что все на самом деле нормально. Он начинает чувствовать, что все будет преодолено само собой, если я буду дальше концентрироваться таким же образом. Он начинает чувствовать благодарность к окружающим людям, потому что она находится рядом с душой, благодарность всегда. И таким образом молитва дает человеку огромное счастье. Но чтобы дойти до этого состояния, нужно пыхтеть несколько лет. Пыхтеть означает вымучивать из себя это состояние. Потому что грехи не позволяют быть благодарны, не позволяют эти звуки издавать от сердца. Грехи не позволяют. Но чтобы их прорвать, для этого надо вымучиться, понимаете? Когда человек заблудился в лесу, он сначала просто кричит. Ау! Ау! Но когда никто не отвлекается, он ау! 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 То есть у него уже сквозь плач такой уже как бы. Ну тогда Бог придет в виде красной шапочки, мишки там, я не знаю. Ну то есть он придет совершенно неожиданным образом. И скажешь, что орешь здесь рядом, макушка. Помните, как этот тонул Миронов? Мальчик там с флажков. Он потом пошел вон. Потому что он пришел в себя. Поэтому Бог уже не нужен. Но пока человек не пришел в себя, он очень искренне, понимаете, кричит. И вот это надо почувствовать, понять, вот этот звук. Потому что вот этот звук набрыдный, он как раз является самым нужным, самым важным звуком. Если от вас, допустим, уходит близкий человек, он уже хочет хлопнуть зверю. И никаких шансов его задержать нет. Если вы таким звуком его позовете, он не уйдет. По крайней мере сегодня. Это стопроцентный факт. Почему? Потому что этот звук не дает. Такой звук искренний, сквозь страдания, он не отпускает от себя. И Бог привлекает с таким звуком. Он приходит в нашу жизнь через такой звук. И придя, он дает счастье. Появляется счастье. Но сначала надо покрептеть. Такой звук возник. У нас же звук-то какой-то. Господи, помилуй меня, грешного. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Счастья! Счастья, счастья, счастья. Что-то не идет. И вот там тренироваться. Потому что там внутри камень же лежит. Его надо как-то раскопить. В этом тренировка заключается. И объяснил, как молиться? Нет? На первое время пойдет, да? Дальше. Какие вопросы еще? Может быть, я немного не в тему, а в сломудрии, конечно, послушаюсь. В женском? Мужчинам нравится слушать в женском сфере. Например, часто после моих лекций мужчины мне пишут и говорят. Я уже понял, что надо брать замуж только нетронутую девушку. Я уже понял. Вопрос заключается в том, где взять нетронутую девушку. Все девушки сейчас тронутые. И мне письма пишут. И вот таких людей совершенно, абсолютно, никакой изделения не появляется. Что сам-то он вообще не думает о том, тронутый он или не тронутый. Скорее всего, тронутый. И не только снизу, но и сверху. Такие письма пишут. Вот. Поэтому, когда такие письма пишут, мне страшно становится, куда идут лекции у человека. Куда идут лекции. Куда они заходят. В какое место. У вас правильно заходят лекции? Да. Что? Опасно же. Это опасно. Понимаете? Сейчас к мужу придете и будете говорить ему. Я слышала во время лекции, что нужно быть благодарным. И по этому поводу я тебе хочу одну вещь сказать. Садись, садись. У нас сейчас будет близкое общение. У нас там уже не хватает близкое общение. Садись, сейчас это расскажу. Близко очень расскажу. Я вот за всю жизнь и на азу не услышала от тебя благодарности. Близкое общение сделала. Самое интересное заключается в том, что когда женщина очень близко и сокровенно оскорбляет мужа, это оскорбление, оно заходит даже глубже. И можно себе представить. Ему потом отжибет на несколько лет возможность, желание близко общаться опять. и скажет, ну какие лекции ты хотела. Иногда в дужья пишут слова ненависти или жены письма пишут с ненавистью. Вы испортили моего близкого человека. Такое бывает. Раз в год это нечасто, но бывает. Я пишу назад потом тому человеку. Ну и потом так все успокаивает. Песловудрие это очень простая вещь. Надо просто понять, что вкуснее. Сламутрие означает изысканность. Изысканность в отношениях. Сламутрие, сломудренное, это выгодная облачение. Почему? Потому что одни люди очень поверхностно относятся к любви. Они думают, любовь означает где-то урвать потоньше, потолще, послаще, помоложе или еще как-то. Ну то есть урвать что-то в кусок и поспользоваться их. Вот это любовь. Некоторые люди под это под любовью понимают. Другие люди понимают под любовью, что мы как бы вместе куда-то идем. Мы одинаковые и ищут все одинаковых. Но мужчины и женщины не могут быть одинаковыми. Они абсолютно разные. Они когда вместе никуда не идут. Это полное безумие так думать. Это иллюзия. вообще иллюзия. Не всегда идут каждый своим путем. Одинаково могут идти. Но в свою сторону. Одинаковым шагом, но в свою сторону. Настоящая любовь означает верность. Когда два человека верно относятся друг к другу, их отношения углубляются все больше, больше, больше. Углубляются означает возвышаются. означает, что они испытывают все больше счастья друг от друга. Глубже это счастье. Когда человек понимает, что счастье достижимо только таким образом, то он не будет изменять. Есть еще другие причины, почему не надо изменять. Например, если человек никому не изменял, то есть своей жене не изменял, какой-то, ну вообще, то есть не изменял своей жене, старался очень верно относиться, то ребенок, зачатый с этой женой, ему принесет счастье. А если он изменял, то если его жена, допустим, не изменяла, то ребенок ей принесет счастье, но не ему. Ребенок будет приносить счастье только тому, кто верен близкому человеку. Тогда ребенок приходит с хорошей кармой. А если человек изменял, ребенок к нему приходит с плохой кармой. Понимаете? Потому что оскверняется место это, через которое ребенок приходит. Оно должно быть чистым, и время означает чистым означает верным. Есть много причин, почему надо быть верным. Причины очень практичны, важны, но люди часто этого не понимают. Верный человек благословлен судьбой. Верность означает защита. Если человек верен, у него гораздо больше шансов не попасть в аварию, не попасть в несчастный случай, не попасть в какую-то переделку в жизни. Верность защищает очень сильно. Это тоже практично очень. Быть верным означает быть защищенным. «Верю в Тебя, дорогую подругу новую, эта вера откуда меня то я мучу спасать». Это же правда. Это солдат пил. Понимаете? Это правда. Это так и есть. Человек чувствует, что спасает его. Я что-то сказал вам о верности? Целомудрием. Достаточно? Можно, конечно, толкать какие-то красивые речи. «Женщины, будьте целомудренными!» Это все глупо. Почему женщины, почему не мужчины? Какие еще вопросы? Я думаю, что мы с вами уже все вопросы задали. Поэтому сейчас будет слайд семь счастья. А можно вопрос на отвлеченную тему? Опять на отвлеченную? Да. Но я насколько глубоко нужна. Что касается деятельности экуменистической церкви в России, вы можете что-то комитировать? Экуменистической церкви. Насколько вообще вы ее учили? я должен говорить о церкви? В какой смысл? Вот вы если задали вопрос, вы должны обосновать причину своего. Почему я должен об этом говорить? Ну насколько скажем так ее доктрина перекликается с учением веры? А зачем? Зачем какой смысл что-то перекликать? Для чего это нужно? Я не понимаю. В чем причина? Зачем? Какой смысл это? Хотите я отвечу на то, в чем смысл? Но вам неординарен этот будет очень ответ. Или промолчать не? Нет, почему? Давайте попробуем. проблема заключается в том, что часто мы о вере какой-то очень слышим. Не потому, что мы хотим в нее поверить, а потому, что у нас в сердце есть злоба. Понимаете? И эту злобу надо искоренять. Надо понять, что Бог сам решает, как в него будут верить. Некоторые люди этого не понимают. Они думают, что мы решаем, как Бог хочет, чтобы мы верили. Это решаем не мы, это решает Бог. И очень легко это понять, очень просто. Если допустим человек считает, что только в его вере возможна святость, это научным способом можно проверить. Потому, что существуют летописи. В каждой религиозной системе есть летописи. Можно их почитать. Я изучал разные веры, чтобы понять, что это значит. Я заметил, что в каждой вере есть очень святые люди. Когда описываются их жизни, просто слезы текут. В каждой вере есть очень святые люди. А святость невозможно сама по себе. Святость это результат контакта с Богом. Чем ближе к Богу человек, тем светлее. Святость означает сияние. То человек светится. понимает святость означает свет. Когда ты начинаешь видеть святость людей, у тебя пропадает полностью вот эта идея обсуждать веру. Вера не предназначена для того, чтобы ее обсуждать. Она предназначена для того, чтобы ей следовать. Причем внутри веры, а не снаружи. Например, если у вас у кого-то есть любовь, поднимите руку, у кого есть любовь с мужем. Не бойтесь, я не буду учить походу. У вас есть любовь. Давайте обсудим вашу любовь. Нет? Не хотите? Знаете, почему вы не хотите? Потому что это большой грех обсуждать чужую любовь. Она не обсуждаема. Знаете, что вера также означает то же самое, только еще в тысячу раз больше. Вера означает любовь. И любовь не к простому существу, а к Богу. И если кто-то верит каким-то образом, а теперь допустим у тебя другая вера, ну не хорошо. Если у тебя есть настоящая любовь, то ты никогда не будешь вмешиваться в чужую любовь. Допустим, молодой человек с девушкой идет, они любят друг другу. И навстречу по тротуару идут так же молодой человек с девушкой, которые тоже любят друг другу. И они любят и они абсолютно спокойно воспринимают друг друга. Нормально, потому что любовь это нормально. Но если идут по тротуару молодой человек с девушкой, они любят друг друг другу, а навстречу идет молодой человек с девушкой, которых друг друга не любят тогда им будет очень тяжело проходить мимо тем которые не любят они будут идти и будет тяжело причина этой тяжести заключается в том что когда любви в сердце не хватает всегда тяжело понимаете поэтому нужно научиться любить когда человек начинает бога любить ему становится легко относиться другими никаких трудностей нет в этом вопросе и сравнивать ничего не надо у вас вот не будет допустим такая у нее такая допустим там руку подняла человек сравнивает они каждый своя все зачем еще какие вопросы вопрос олег на тему благодарности у меня есть родственница которая в ответ на слова благодарности все время говорит да нет ничего не надо вижу у вас все было хорошо и все отказывается слушать мне очень хочется произнести что мне делать я ничего не вставляю в телефонный разговор эти слова но ничего не делать вы просто поймите что когда вы произносите благодарность все равно как воспринимается человек может принять можете принять может сказать может промолчать потому что благодарность это всегда больно но это боль а наш радостную радость радостная понимаете это будет поэтому ты говоришь слова благодарность и важно как человек среди это не имеет никакого значения она выслушает вас не выслушает главное что вы это делаете все давайте все сядем прямо желать всем счастья это это не вопрос религии пожелание всем счастья это вопрос культуры потому что культурной можно назвать тех людей которые учатся желать всем счастья культурными а те люди которые не могут желать другим счастья являются необразованными гитарями надо учиться желать всем счастья вы согласны в этом заключается культура и все больше нет другого проявления потому что если мы много чего делаем но мы не умеем желать другим счастья у нас нет культуры вот приезжаешь в одну страну там люди доброжелательно смотрят на чужих людей значит в этой стране есть культура если ты приезжаешь в страну и люди недоброжелательно смотрят на чужих людей значит в этой стране культуры нет очень простой критерий в Голландии все тоже смотрят на друга очень доброжелательно знаете о чем это можно говорить на пример этой страны значит у них есть культура но может быть как бы если используют эту позицию туда что касается допустим однополубат который там принято знаете когда человек идет по дороге то с одной стороны на дороге ростки трозы а с другой стороны лежат испражнения не к вам вопрос вы на какую сторону будет смотреть ну так то может быть и так нет а вы ответите на этот вопрос на на какую сторону будет смотреть хорошо следует конечно вашей теории скорее всего я буду смотреть на сторону рост но при этом я все равно буду обращать внимание вы знаете потому что если вы ходите парни в котором растут розы то запах розы и пчелы они хотят лететь к счастью нектару и мухи любят нектару мед и пчелы любят мед разница заключается только в том когда пчела к меду летит она летит очень целеустремленно они ну куда не отклоняется ее невозможно ничем отвлечь но когда муха летит к меду она видит внизу что какой-то бардак что-то лежит там внизу и поняли надо разобраться с этим вопросом и она попитает к этому бардаку начинает там лазит потом не зовутся опарыши там и становится потом такими же мухами в этом заключается разница и надо почувствовать эту разницу когда человек приезжать голландию и увидеть культуру он видит культуру когда он приезжает видит однополный браке он видит однополный браке вопрос заключается в том чем он из голландии уезжает давайте все сядем прямо сейчас у нас рубль будет дальше день тяжелый правда хочется немножко поругаться чего делаешь я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю в Я желаю всем счастья 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 Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.